Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня я хочу рассказать о том, о чем уже порывался, ну, наверное, полгода. Сделать видео, да руки все не доходили. Рассказать вам о некоторых новинках, о тех товарах, продуктах, о которых стоит кое-что рассказать. Итак, первое это прибор Neopen. Наконец-то, не прошло и полгода, как на смену Aquapen, продажи которого закончились в конце 2020 года, пришел новый прибор Neopen. Мы перенесли производство из Китая в Европу. По нескольким причинам. В том числе, по тем, чтобы больше не было подделок, и люди не могли путать, а некоторые предъявлять претензии, что, мол, вот то же самое, только дешевле. Около года шли разработки, налаживание линии на одном наукоемком производстве. Это программы, это микросхемы, это иные кнопки, это европейское качество сборки. И главное, теперь у нас будет свой сервисный центр. А не как раньше, когда появлялись проблемы, приходилось или решать, что называется, за свой счет, как мы и делали в общем, или отсылать бракованные приборы в Китай, а дальше будь как будет. В общем, ситуация не была под контролем на 100%. Ну а теперь свое производство решает эти проблемы. И всем будет только лучше. Ну а что касается качества и вообще принципиальных отличий от очень хорошего прибора Аквапен, который был ранее, посмотрите, пожалуйста, под этим товаром вот эти пункты отличий. Напоминаю, что под этим товаром на нашем сайте есть электронная инструкция. Вы ее обязательно прочитайте. Видео про приборы на Элпен будет обязательно отдельное, но пока посмотрите, кто еще не в теме вообще, старое видео вот про прибор Аквапен. С той лишь разницей, что этот новый прибор, конечно, гораздо лучше. Не обессудьте пока за то, что первое время, ну от момента выхода данного видео, полагаю, может быть месяц, будут еще некоторые проблемы в плане количества производимых приборов, потому что сейчас вот уже пришла первая партия недели полторы назад, и она была в один день продана. Вторая партия сейчас должна быть на днях от момента записи данного видео, и она будет продана за один день. Конечно же, потому что желающих набралось огромное количество тех, кто подписался на уведомления. Когда нет товара, то на нашем сайте есть кнопка «Уведомить». Человек нажимает, и он как бы резервирует себе прибор. Разумеется, именно эти люди будут первым делом обеспечены новыми приборами, потому что их заявка уже есть в очереди. Но примерно, я надеюсь, через месяц все наладится, и будет уже достаточное количество для обеспечения всех желающих. По крайней мере, мы на это надеемся. В крайнем случае есть неплохой корейский аналог. Вот этот. И он практически всегда бесперебойно есть у нас на нашем сайте. Отдельные видео по приборам для воды и воздуха будут, конечно, выходить уже на новом моем канале, за редким исключением. Я хочу сказать, что мы открыли новый канал по продуктам питания. То есть, как раз для тех людей, кого интересует данная тема, видео от меня по моим новым продуктам, товарам, приборам и другой продукции. Там будут видео как по отдельным товарам, так и по категориям, по всем новинкам, по технологиям. Ну, в общем, много интересного и полезного. Вот этот канал. Рекомендую подписаться тем, кому будет интересно смотреть данные мои видео. То есть, узнавать о товарах в видеоформате. Что называется, увидеть товар лицом. Второе. Оливковое масло и оливки. Дорогие друзья, самое лучшее оливковое масло в Греции. И, безусловно, самое лучшее в мире, потому как греческое лучшее, это с острова Тасос. Безусловно. Совершенно по объективным причинам, по составу, а не только потому, что это, так сказать, вот красивая легенда, а это абсолютно истина, что там самые древние, еще которые были высажены древними финикийцами. Оливковые деревья растут. И мы эту ситуацию знаем изнутри. Мои друзья туда летали. Общая наша знакомая Ольга когда-то вышла замуж за грека лет 25 назад. Ну, так получилось, что теперь, да, это их семейная, соответственно, ферма и бизнес потомственной семьи мужа. Вот Ольги, нашей знакомой, кстати, интервью с ней можете посмотреть. И, поверьте, это очень интересно. Так вот, в таких 5-литровых жестяных емкостях это лучшее оливковое масло, разумеется, со всеми возможными сертификатами, в том числе европейским, био и так далее, хотя там гораздо выше уровень таких, просто не существует аттестаций. Так вот, и вкус, и польза такого масла, она колоссальна. Но, разумеется, оливки и зеленые, и вяленые коричневые тоже с острова Тасос, вот от Ольги, вы можете купить в России только у меня на моем сайте надгард.ру. И более нигде. Да и в мире их не купить практически, потому что плантации небольшие. И в экспорте, в общем, эта продукция, что называется, тонит. Эта продукция продается в нескольких продуктовых бутиках мира, и, в общем, больше нигде. Третье. Я очень рекомендую, ну, для жителей Москвы и области посмотреть раздел овощи, фрукты, ягоды, потому что в этом разделе сезонно появляется очень много интересных продуктов. Ну, например, от спаржи до черешни, от персиков до абрикосов. Это все идет с нескольких биохозяйств Краснодарского края, Тамани, которые были сертифицированы биоорганик сертификацией европейской. Часть нашей продукции непосредственно, часть моих старых партнеров и знакомых. От капусты до различных корнеплодов, репа, редька, турнепс и так далее. Четвертое. Это, конечно же, яйца. Яйца от наших кур. Во-первых, от сибирских хохлатых мохноножек. Вот это черные такие курицы. Уникальные, которые когда-то считались полностью исчезнувшими лет 140 назад. И вот опять-таки же мои знакомые лет уже 10 назад нашли в Старобрядческом скиту в одном, в Томской или Омской, я могу путать области, и вывезли трех экземпляров, и началась вот эта селекция, скажем, выделения чистых признаков породы. И вот, собственно, я один из трех, по-моему, людей в России, кто этим занимается в том числе. И в нашем экохозяйстве в Псковской области, в Пушкиногорском районе, мы содержим этих уникальных кур. И вот теперь у вас есть возможность получить для своего стола этические, то есть без зародыши, неплодотворенные, то есть, соответственно, яйца этих уникальных кур с самой высокой питательной ценностью, это во-первых. И во-вторых, от других кур, чешский и доминант, они еще у нас молодые, только начинают нестись, но они будут дешевле, чем яйца от сибирских мыхноножек, разумеется. А в каких условиях содержатся куры? Какие средства вложены и технологии в содержание кур и, соответственно, производство яиц? Вы посмотрите, пожалуйста, вот эти мои видео. Ссылочки будут даны в описании, но на экране вы сейчас видите обложки тех видео. Во-первых, яйца. Во-вторых, два видео про содержание вот этих сибирских хохлатых мыхноножек, еще там гелянская порода, но это не важно. И видео из рубрики «Стройка с фроловым», потому что практически в каждом видео были какие-то сюжеты про новый вот этот большой курятник для содержания вот чешских доминантов, от которых, я надеюсь, будет основное количество яиц, и уже все желающие смогут их приобрести. Пятое. В последние недели я выпускал много видео про уникальные дикоросы, да? Это одуванчик, лебеда, сныть, крапива, мокрица и другие растения. Я про них рассказывал, все их свойства полезные. И питательные, и лечебные. Так вот, у нас есть целый раздел, называется молекулярная сушка. Там представлены травы для тех, кто не может или не хочет сам собирать, сушить, заготавливать, замораживать и так далее. Эти травы собраны в экологически чистых местах и заготовлены без потерь лечебных и питательных свойств вообще, так как это самая высокая технология молекулярной вакуумной сушки. Там есть и лебеда, и сныть, и крапива, шпинат, брокколи. В общем, посмотрите сами, что есть в этом разделе. Я надеюсь, мы будем пополнять ассортимент данной продукции. Можно их чередовать, по чайной ложечке добавлять в салаты, в зеленые коктейли. Это просто быстро, удобно. Многие люди выбирают именно такой способ получения пользы от дикоросов. Я про это вам сейчас напомнил. Вообще, я советую делать так. Вот если вы наведете мышкой на раздел большой продукты питания, перед вами откроется там более 15 подразделов. Среди них есть, например, такой, как сыроедные паштеты. Многие уже распробовали их и ждут, когда же они появятся. Есть некоторые нюансы, связанные с закупкой заграничной жести. Сейчас ведь не все товары в Россию проходят просто. Но скоро будет огромная линейка, порядка 8, а может быть, более позиций этих паштетов. А сейчас я хочу сказать о соусах. Наводите мышкой на раздел соусы. Перед вами открываются два подраздела. Сыроедные соусы и веганские соусы. Про сыроедные соусы я уже говорил в своих прошлых выпусках. Вы посмотрите, есть уникальные. Это и кетчуп, который сделан по ГОСТу 30-х годов, только абсолютно без термообработки, по вакуумной технологии. Уникальнейший вкус, который даже не помнят многие люди, что называется, с советских периодов, потому что он вкуснее того, что делалось в 70-е даже годы. Есть и два вида майонеза, и леча, только отличие их в том, что они полностью веганские, сыроедные, с сохранением всех полезных свойств продукта. Но я хочу сказать сейчас вам о новом разделе веганские соусы. И тут вашему вниманию предстанут тайские и иные соусы органические. И соус аминос, и соус бальзамик кокосовый, соус из черного перца, Изумительный органический соус с тайским базиликом, рекомендую особенно. Соус под тай, соус сладкий чили, очень рекомендую. Изумительная приправа песто-базиликовый соус органический. Дижонская горчица, изумительнейшая вещь. Ну и естественно соевый соус из негеномодифицированных соевых бобов, органический, аж двух видов. Но они бывают не всегда, но в ближайшее время будут. Седьмое, раздел уникальные специи. Дорогие друзья, вот что значит, когда продукты уникальные, редкие, которые выпускают, что называется, ну мелкими партиями, потому что нет большого количества сырья, плантаций. Это о многом говорит. Уже 4 месяца не было вот этой самой лучшей в мире куркумы с содержанием куркуми на более 10%. Посмотрите вот это мое видео про куркуму. Я там чуть подробнее говорю. Так вот мне вчера только сказали, что наконец-то ожидаем поставку. И вот уже где-то с десятых чисел июня очередная партия вот этой куркумы будет у нас. Ну а черный перец, лучший в мире камбоджийский, который, кстати, усиливает действие куркумина в несколько раз, и другие виды перцев есть в наличии и сейчас. Восьмое. Финики из Саудовской Аравии. На нас вышла одна компания, которая поставляет эти уникальные продукты на различные рынки мира, премиум сегмента. Это самые лучшие в мире 5-6 видов фиников. Причем всего их около 16, и мы выбрали самые лучшие, самые вкусные. Ну естественно, я полагаю, не надо говорить, что они абсолютно экологически чистые. Это один из предметов национальной гордости в Саудовской Аравии. Это как верблюды и другие исторические национальные приоритеты данной культуры. Я очень советую вам их попробовать. Девятое. Наконец-то. Макадамия. Это самый, наверное, полезный орех в мире, потому что, по крайней мере, он содержит 50% жиров. Он идеально подходит для кета-рациона. Там мало углеводов. Выращивается он полностью без химии, но самое главное, это первый в мире, единственный в мире, необжаренный орех. Без всяких сиропов химических. Без химической расколки. Подробнее почитайте обязательно под этим товаром на нашем сайте. Вот теперь вы можете попробовать совершенно другой вкус. Ну, то есть, совершенно, абсолютно другой, нежели, чем тот, если вы ели, конечно, макадамия, чем тот, который вы когда-либо ели. То есть, еще раз, этот продукт полностью сыроедный, живой, с сохранением всех полезных свойств данного ореха. Разумеется, у нас есть кедровый орех в вакуумной упаковке и без температурной технологии отделки. Если вы не знаете, я вам скажу, что кедровый орех по технологиям именно пропаривается, а потом очищается. Но наш кедровый орех не проходил стадию отпаривания, и потому он тоже живой, сыроедный. Просто это мало кто знает, что кедровые орехи фактически варят. Парят. Десятое. От нашего старого знакомого, профессора Хусейна, из Марокко, мы представляем вам лучшее в мире органовое масло. Был комичный один раз случай. Одна наша клиентка, ну, знакомая наша хорошая, летала сама в Марокко и хотела найти это масло. И даже там она его не нашла. Ну, то есть из обжаренных семечек, вернее, нашла, а из необжаренных нет. Во-первых, потому что его очень мало, потом сам Хусейн над этим смеялся, когда мы его в основном поставляем в несколько стран. Ну, понятно, что в других странах продать можно дороже, чем в самом Марокко, а затратная часть очень большая, потому что это ручная переборка семян, очистка орехов. Ну, в общем, это очень трудозатратная штука. Но это действительно самое лучшее органовое масло, причем витамина Е в гамме его модификации. Это мощнейший антиоксидант в 800 раз больше, чем, к примеру, в оливковом масле. Поэтому это масло, эликсир, недаром те берберы, которые исторически проживали в тех местах, где органовые леса, а культуру эту вырастить искусственно еще никому не получилось. Так вот, те, кто проживали в зоне произрастания этих деревьев, и с рождения буквально, там даже грудным детям по пол чайной ложечки в день давали органовое масло, продолжительность жизни на 20-30 лет больше. Кстати, например, дядя Хусейна прожил 120 лет. Ну, у меня есть несколько видео на моем канале, интервью с вот этим интересным человеком, профессором Хусейном, который, кстати, в совершенстве знает русский язык, ну и много других языков. Вот именно от него несколько уникальных товаров. Гидролат дамасской розы, уникальный спрей вот этого розового масла. Это перчатки для бани, ну и будет другая продукция. Это и гасул, особое мыло там и так далее, все для хамама, для бани. Вот самое лучшее в мире, там буквально 3-4 продукта. Ну, он просто фанат этого дела, и человек-перфекционист, как и я. Одиннадцатое, о чем я сегодня хочу вам сказать, это уксусы по ГОСТу, яблочный. Я надеюсь, вы видели мое видео про яблочный уксус, про его огромную пользу. Это яблочно-имбирный, яблочно-медовый уксус, но есть и кокосовые биоуксусы, и бальзамические. Посмотрите в этом разделе, какие уксусы у нас есть. Если вы посмотрите на нашем сайте раздел «Прочие», то вы увидите несколько уникальных продуктов. Во-первых, это вата, медицинская из льна. Дорогие друзья, не из хлопка, а поддержите последнее предприятие, оставшееся у нас в стране, которое по моему заказу стало выпускать теперь заново вату, вот эту из льна. Чтобы вы поняли, в чем разница вата из хлопка и льна, посмотрите вот это видео, которое я снял в музее льна, тоже у нас в Псковской области, под названием «Лен и конопля дороже золота и нефти». Покупайте, берите впрок эту уникальную, вечно хранящуюся льняную вату и поддержите единственное оставшееся производство. Кстати, в этой же связи есть зубной порошок из сердцевины стеблей льна. Я лично пользуюсь именно им. Уникальный порошок, который создан специально по моему заказу и продается только у нас. В этом же разделе есть шунгит для настаивания воды, карельский шунгит, который содержит те самые фуллерены. Это третья форма существования чистого углерода, помимо графита и алмаза. Формула C60. Про этот уникальный минерал я сделаю отдельное видео. В этом же разделе фитолампы для растений полного солнечного спектра впервые в мире смогли мы сделать это наше производство. Вот такие уникальные лампы. И я их применяю теперь у нас в теплицах, в зимних садах. И мы их начали продавать. Тринадцатое. Продукты пчеловодства. Я рад, что сейчас есть продажи, а он бывает с конца мая, обычно до конца июня. Это перезимовавший в ульях с пчелами мед, полностью ферментированный, уникальный лекарственный продукт, концентрат питательных веществ и полезных свойств, вообще меда. То есть именно такой мед столетие назад ценился, как уникальное лекарство. Его остается очень мало в ульях, в колодах после зимовки. Но то, что остается, это именно эликсир. Причем у нас перезимовавшего меда есть два вида. Исторические уже от наших друзей из одного эко-поселения. И второе салтая от одного старобряца Зосимы. Но, дорогие товарищи, есть у нас несколько видов меда и 5-6 видов дикого меда, то есть полученные от пчел диких из колод или бортей, природных бортей. Этот мед мы получаем через наших хороших знакомых от одного поселения, а таких уже очень мало осталось, настоящих старобрядцев, которые с миром практически не общаются, ну, скажем так, через одного человека. И мы уже 4 года подряд получаем от них мед. То есть весь свой мед, который они могут отдать или, скажем так, поменять на нужные им вещи и товары, они отдают нам. Кстати, и цены совершенно копеечные для такого уникального меда. Потому что даже из Башкирии, где, конечно, мед не такого качества, но тоже есть бортевой, еще остались люди, продается в Москве до 250 евро за килограмм. Вот и посчитайте разницу. То есть, когда есть возможность, говоря, почему так дорого, некоторые говорят, стоят те или иные наши товары, продукты, я хочу сказать, что они стоят столько, сколько они должны стоить. И если бы они столько не стоили, то их бы просто не было бы в продаже. Мы бы их просто не продавали. Может быть, кому-то от этого будет легче на душе, чтобы они не продавались. Но для многих людей они нужны. А в ущерб производству, качеству, работать мы не можем и не будем. И вот если есть цена, она должна быть таковой. Мы могли бы этот мед, к примеру, продавать в три раза еще дороже. Могли бы. Нам не хватает на весь сезон того или другого вида меда. Поэтому цену поднять могли бы спокойно. Но мы это не делаем, потому что всему есть обусловленная цена и лишнего не нужно. Но не все этого понимают. Но это и понятно. Хотя обидно. Надо хотя бы уметь или учиться хотя бы разбираться в людях. 14-е это сода химически чистая. До недавнего времени у нас была только американская сода по вполне определенным причинам. То есть потому, что технологии производства данной соды остаются до сих пор без применения какой-либо химии. К сожалению, у нас в стране и в Крыму уже не применяются технологии ГОСТа с 70-х годов. Подробнее об этом написано в описании под товаром сода. Вот это самое, которое из США. Но недавно на нас вышел поставщик из Польши. Мы долго вели переговоры, проверяли и действительно эта сода такого же качества. Но в общем-то она дешевле. Хотя незначительно. Потому что объемы производства небольшие, к сожалению. Тем не менее у вас есть выбор. В этом же разделе посмотрите есть диатомиты это органические кремнии. То есть когда-то были отложения есть до сих пор диатомовых древних водорослей раковины которых состояли из кремния. Этот уникальный продукт даже входит в наши наборы антипаразитарные. И конечно его можно купить отдельно. А также есть белая глина которая просто незаменима для очистительных процедур в процессе очистительного лечебного голодания в процессах применения кружки эсмарха с магнезией и на ночь пьется вот такая белая глина. Она очень полезна и на нашем сайте она есть. Кстати есть касторовое масло полученное из бобов клещевины. То есть натуральное из Индии а не какой-то химический суррогат. Вот здесь в этом разделе вы можете найти эту натуральную касторку. 15-е Т8 и другие пихтовые продукты. Дорогие друзья у нас вышла линейка альтернативная препаратам Т8 Экстра Блендстоун и так далее. Вот эти продукты которые тоже содержат полипринолы и другие мощные антиоксиданты содержат те вещества которые активируют митохондрии и улучшают энергетический обмен в организме. Изучите их посмотрите каждый из этих товаров то есть прочтите описание под этими товарами. 16-е есть такой раздел у нас красота уход гигиена там есть подраздел уход за полостью рта. Посмотрите внимательно вот про эти зубные пасты абсолютно экологически чистые без треклозана без лаурилсульфата а не только без фтора как многие знают но не понимают какие опасности подстерегают в другой пасте даже которая не содержит фтор. Так вот эта маленькая фирмочка индийская которая делает очень качественную пасту но я все же рекомендую понятно что к этому многие не привыкли а кто-то со старых советских времен отвык тем не менее есть вот в такой баночке как я уже сегодня говорил из центральных частей стеблей льна вот этот нано-порошок его хоть есть можно вреда не будет никакого зубы чистят великолепно никак эмаль не портят что само собой разумеется и главное никакой гадости и химии вы не занесете через зубную пасту в свой организм поэтому есть несколько выборов даже я выпускал свое видео на тему здоровые зубы и там я говорил как можно сделать свою зубную пасту то есть ну условно говоря не то что бесплатно все стоит денег все ингредиенты однако я тоже про это говорил но вот еще альтернатива то есть зубная паста из Индии качественная которую мы представляем ну и вот этот зубной порошок который по моему заказу возобновили производство на последнем единственном производстве предприятия данного типа поэтому вы еще тем самым поддержите отечественного производителя и главное такого кто пытается удержать сохранить вот эту когда-то мощную льняную отрасль напоминаю вот это видео посмотрите непременно берите этот зубной порошок дарите друзьям знакомым кстати надолго вот мне лично я беру просто немного не как в рекламе у нас знаете бахают там и пасту зубную на всю зубную щетку это все глупости так вот ну месяца на два баночки а то и больше у меня вот лично мне хватает дорогие друзья есть у нас и жевательная смола под названием эко гум их два вида но в чем ее уникальность и этот продукт получен из полностью натурального сырья то есть это продукт из смолы кедра пихты по сути это жевательная резинка вернее ее безопасный безвредный аналог но в отличие от проклятой химии содержащейся в любой жвачке эта смолка укрепляет действительно зубы десны эмаль она обладает антибактериальным эффектом великолепным и естественно освежает по сути это древнее народное природное средство лечения проблем полости рта а главное профилактики ну а у кого тем более есть такая привычка что-то жевать а таких людей сейчас немало так можно и стоит заменить вредную на полезную привычку я очень рад этому уникальному продукту и не просто так ввел его в свою линейку товаров которые я продаю да и конечно не буду отдельно сейчас говорить но не забывайте у кого есть домашние питомцы кошки собаки переведите их на этические корма на полноценные абсолютно достаточные для нормальной жизни развития и размножения ваших домашних питомцев помните что покупая и кормя нашими кормами ваших питомцев вы не будете участвовать в деле уничтожения убийстве других живых существ для прокормления ваших это очень важный этический момент и полагаю что для любого совестливого и порядочного человека это очень важный вопрос многие просто об этом не задумываются к сожалению или гонят от себя эти мысли но ведь это объективно а что касается полноценности этих кормов то состав абсолютно достаточен и полон для нормальной жизни и развития своих кошек я кормлю только этими нашими кормами тысячи людей кормят уже ими более того от этих кормов проходят многие болезни с которыми не могли справиться ветеринары и вы и на то есть много видео много доказательств и отзывов самих людей потребителей хозяев своих питомцев ну и пожалуй на сегодня все а скоро выйдут отдельные видео но уже на новом канале про приборы по воде приборы по воздуху про мыла наши все тоже руки не доходили сделать про них видео отдельно и конечно будут по новинкам видео по отдельным продуктам отдельным товарам какие линейки будут расширяться тех или иных продуктов что ждать в будущем над чем мы сейчас работаем я надеюсь что данное видео разумно и адекватно и люди оценят конечно адекватно но завистники подлецы и хамы что ж они были и будут всегда и это мое видео было вовсе не для них желаю всем хорошим честным и порядочным людям крепкого здоровья здравомыслия покупайте наши самые лучшие качественные товары я очень рекомендую вам посмотреть кстати почитать раздел ваши отзывы на нашем сайте надгар.ру некоторые люди по зову своего сердца пишут нам отзывы о наших продуктах и товарах и вот там почитайте я надеюсь об этом даже не стоит говорить все это очень показательно дорогие друзья я прошу вас написать хоть какой-то отзыв вот под этим видео в комментарии в ютубе где вы его сейчас смотрите я полагаю напишите хотя бы пару слов может быть о наших продуктах товаров может быть вопросы какие-то к нам может быть пожелания в общем жду от вас обратную связь на этом всего хорошего до новых встреч так